С прошлого года Главархив Москвы и Департамент образования и науки города Москвы запустили ряд проектов. Так, первым проектом, который мы совместно сделали, стал проект Дневники детей войны. Он был основан на документах, которые хранятся в Главархиве Москвы. Этими документами стали письма и воспоминания детей, которые застали немецкую оккупацию в 41 году. Чувства были достаточно неоднозначные, потому что, когда я читала письмо этого мальчика, он как будто бы заставил меня представить атмосферу тех лет. Его письмо и слова пробили меня до мурашек. И честно, я, наверное, очень сильно переживала за него. И с каждыми его словами было очень интересно узнать, что же с ним было дальше. При временной оккупации наша деревня Климова Солнечногорского района Логиновского сельсовета пострадала от немецких фашистов. С первых же дней они показали жестокость к русским людям. Они первым долгом стали грабить колхозные амбары, овещохранилища. Я считаю, что подобный проект нужен, потому что он дает воспитание патриотического характера. Также дети могут узнать, что было с их ровесниками в те годы и узнать более лучшую атмосферу того времени. Вторым нашим проектом стала лаборатория «Живая история». В ее рампах мы также приглашаем учеников в архив, но здесь мы даем им документы, которые им интересны. Так школьники работали с документами Большого театра, с документами метро, с документами заряди, с документами военного времени и многими другими. То есть дети выбирают то, с чем они хотят работать. После этого они делают свои собственные исследования и потом их же ровесники из медиакласса приезжают и снимают видеоролики. То есть и в качестве спикеров, и в качестве съемочной группы выступают школьники. Мне очень понравилось участвовать в проекте, так как мы побывали впервые в Главархиве. Наверное, если бы я не участвовала в этом проекте, никогда бы здесь не оказалась. Я увидела своими глазами и потрогала руками документы, которым более ста лет. Увидела афиши, цены, которые были. Также мы побывали в Большом театре, когда нет зрителей. Видели, как выставляют декорации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова